Очарована Драгоценная моя женщина Мой сегодняшний собеседник Певец, актер Человек Весьма и весьма талантливый В чем вы успеете убедиться за этот час Я напоминаю Телефон прямого эфира 979-60-14 979-60-14 И слово телефон В данном случае звучит Ну так скажем Символически и в то же время буквально Мой дом уже Довольно продолжительное время Стал домашним театром То есть благодаря телефону Я себя реализую творчески Началось это еще Несколько лет назад Когда я стал сочинять свои песни И друзьям не всегда было время их слушать И тогда я решил Что пусть будут добровольные уши Стал давать робкие частные объявления В газеты Спою бесплатно баллады собственного сочинения По телефону Стали люди звонить И я очень ждал этих звонков Я и ночью вставал И во время еды откладывал трапезу Пел И так далее Но потом Когда я стал проводить у телефона Очень продолжительное время Я понял, что Надолго так Меня не хватит И я лимитировал Время с начала этого года Стал петь бесплатно До осени С января Два часа Ежевечерняя С девяти до одиннадцати Вечера На один звонок Отвечая Одной песней То есть по одной песне В одни уши Как раньше По одному Батонной колбасы давали В одни руки Так я давал По одной песне В одни уши Ну а с начала осени Я мягко перешел На коммерческую деятельность Поскольку стали звонить Уже из других городов России СНГ И даже Был несколько звонков Из-за границы Да что вы говорите Серьезно? Да Из Кипра был один звонок Из Германии По телефону Слушали песни Ну а если откровенно Что вами двигало? Чисто коммерческие интересы? Или вы таким образом Решили делать свой имидж? Это сейчас Человек Из телефона Артист Отдушина Потому что Куда бы я Не звонил Везде мне отказывали В выступлениях В то время Например Звоню в какую-нибудь фирму Давайте к вам Бесплатно приеду Вместо обеда Перерыва Спою Концертное отделение Русских старинных романцев И мне говорили Знаете молодой человек У нас тут все делом занимаются То есть это похоже На знаете Как шаляпин Сел на извозчика И извозчик говорит Ну на Ну Нанил извозчика Извозчик говорит Ты чем Ты чем барин занимаешься Да я Пою брат Пою Да петь ты мы все поем Я говорю Дело какое делаешь Потом В больницу допустим Какое-нибудь звоню Можно я выступлю у вас Бесплатно Повесим афишку Предварительно То есть директора у вас нет Вы работаете сами Ну да Я уже поневоле Становлюсь сам себе Продюсером Вот видите Выпустил такие Календари За свой счет Которые Заходя Я стал распространять Заходя в вагон Пригородной электрички Например Захожу в вагон Пригородной электрички Пою песню И говорю Вот Календари Андрюша Вы же профессиональный артист Неужели вы не испытываете Ну скажем Мягко Чувствовать Чувствовать Невровкости Или комплекс Неполноценности То есть Вы Этого барьера Для вас нет 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 Вот барьер Давно уже ушел Наоборот То есть по принципу Если гора не идет К Магомету То есть Вы сами идете К зрителю Да Вот идете К своему зрителю Вальном смысле Я не навязываюсь Я даю тебе объявление Если человек хочет Добровольно Он звонит мне Не хочет Пускай слушает радио Телевидение Ходит в концертный зал У меня просто нет возможности Не было По крайней мере Раньше такой возможности И поэтому я пел по телефону Потому что за аренду Зал не надо платить Большие деньги Вот А в то же время Петь хочется Так же как Всем Артистам И поэтому я пел В электричке В электричке Ну в электричке Пою песню И говорю Кто хочет на память Приобрести Карманный календарь С моей фотографией И моим контактным Телефоном На Новый год Милости прошу По себестоимости Могу продать И спел Еще одну песню Иду по вагону И люди охотно Покупали их Но потом Бывали отклики Люди приглашают Люди заказывают Мне музыкальные поздравления Кому-то передать Музыкальный привет Так Ну давайте сейчас Как говорится По сценарию Здесь случайно В кустах В кустах Не в кустах А за ёлкой Под диваном Находится Гитара И сейчас Как говорил Гидом Апассан Ближе к телу Гитара к телу И вперед Давайте с вами С чего-то начнем А вы знаете Я начну с того Что Давайте вот что Раз я Расскажу про себя Да, давайте Почему я Пел бесплатно По телефону Меня настолько часто Спрашивали этот Сдавали этот вопрос Что я Сочинил про себя Частушки И записал их В свое время На автоответчик И Человек Звонящий По моему номеру Мог услышать Такую вещь Здравствуйте Меня зовут Андрей Смирнов Почему я Бесплатно Пою по телефону Говорят Что я Святой Говорят Что я Безумец Я не тот И не другой Я обычный Вольнодумец Называйте Хоть горшком Только в печь Прошу не ставить Для меня Театр Мой дом Не прибавить Не убавить Хоть с отличием Институт Я окончил Театральный Не востребован Мой труд Правда Только материально Но мне нравится Судьба Телефонного Артиста Жизнь моя Не жизнь раба Не казиста Но лучиста Так и хвост А? А? Я в калашные Ряды Не толкаюсь Непременно Свет малюсенькой Звезды Тоже яркий И нетленный Ух Ух Хорошо Когда наш труд Уважается Достойно Все ручьи В моря текут Потому Живу спокойно Ух ты Да Правда Потом Когда с сентября Я начал уже Мягко перешел На коммерческую деятельность То люди Стали спрашивать Часто Почему я Перестал Бесплатно Петь по телефону Я сочинил Тоже пару Частушек Тоже их записал На автоответчик Почему я Перестал Бесплатно Петь по телефону Здесь бесплатно Здесь бесплатных песен Нету Может слезы Может смех Не одно Пропел я лето Мне теперь Сплясать не грех У меня Уж нет Привычки Петь за так То там То тут За бесплатно Только птички Хорошо В лесу Поют Слушайте Сейчас по-моему Рождается импровизация Телефон Эдисон Изобрел Не помните А то бы очень хорошо Получилось По рифме Ой Спасибо Эдисону Что пою по телефону Дорогие друзья Напоминаю Что мой сегодняшний Собеседник Певец Актер Может у вас еще Какие-то таланты Автор Исполнитель Таким образом Поэт Композитор Андрей Смирнов Андрей Смирнов Ну я вас поздравляю Пришел Вопрос Точнее говоря Просьба Нашей телезрительницы Галины Ивановны Добрый вечер Галина Ивановна Спасибо Что вы с нами Спойте пожалуйста Романс Любой Любой Лишь только вечер Затеплется синий Лишь только звезды Зажгут небеса И черемух Серебряный Ней Уберет Жемчугами Роса Отвари Потихоньку Калитку И войди В тихий садик Как тень Не забудь Не забудь Потемнее Потемнее Накидку Кружева На головку Надей Там где гуще Сплетаются Сплетаются Ветки У беседки Тебя Подожду И на самом Пороге Беседки С милых Ветки Кружева Кто-то Обзываясь Даже так Конечно Все бывает Кто-то разыгрывает А так называемые Новые русские Они тоже разные бывают Конечно Они бывают Очень разные Вообще Диапазон Тех людей Которые мне звонили Весьма шрух Всех социальных категорий Любых возрастов Ну если я что-то знаю Я естественно пою Бывает что вот Я не знаю Какие-то аккорды Песен Но помню Какой-то куплет Наизусть Я пою Живет моя отрода В высоком тюрьму А в терем тот высокий Нет хода никому А в терем тот высокий Нет хода никому Да Ну а бывают ли случаи Когда просят Так называемые Блатные песни Бывает конечно Вы хотите чтобы я спел Что-то Это нет Ну как вам сказать Я отношусь к ним Достаточно Симпатично И с уважением Но в принципе Я Бывает Ну давайте куплетик Какой-нибудь спою Постой Паровоз Не стучите Колеса Кондуктор Нажми на тормоза Я к маменьке Родной С последним Приветом Спешу Показаться На глаза Я к маменьке Родной С горячим Ой Извините Перепутал Ну что ж Ошибался даже Шаляпин Не говоришь обо мне Андрюша Обычно эти песни Поют Не прибегая К помощи Какого-то голосового Диапазона Если я Так выразился Достаточно Профессионально Грамотно То есть я хотел что сказать Обычно Песни типа Постой паровоз Их поют Без голоса Люди Ну то есть Как говорится Вкладывая душу А у вас такая манера Вы все песни В том числе И вот такие блатные Исполняете Вот она же сейчас Прозвучала как романс Она не прозвучала Как блатная песня Ну я уж Вы знаете Ну как получается Я не виноват А люди просят Обычно петь С использованием Всех ваших голосовых Возможностей Или это Вы хотите чтобы я Эту песню Пел более хрипло Более сипло Да Мне кстати Один сказал Ну ты больно красиво Ее поешь Надо и тут Ее там Чуть-чуть хрипеть И петь Вот тогда это будет Что-то такое похожее А я говорю Ну уж извини Как получается Вот так вот Значит получается парадокс Некоторых телезрителей Отталкивает Профессиональная манера Исполнять песни Да они просят Более по-дворовому Что ли Да Ну Это единичный случай В основном Почему-то Нравится Тянутся к профессиональному Поставленному голосу В основном наоборот Как-то Когда приятно звучит То люди Слушают Нормально Кстати Как сказал Помните Герой Ильинского В фильме Волга-Волга Чтобы так петь 20 лет учиться надо Где вы учились Что закончили Я учился до армии Два года На вокальном факультете Московской консерватории А после армии Я забрал документы И поступил В ГИТИС И закончил его В 90-м году С отличием По диплому Я актер музыкального театра Несколько лет Я проработал Драматическим актером В государственном Русском Духовном театре Глаз Но понял Что не творчески Я не расту Нематериально Занятося по времени Большая Все это вместе Заставило меня Заняться Частной практикой То есть я стал Бесплатно петь По телефону Но кормить себя Надо было Я работал Курьером В рекламном агентстве Работал агентом По недвижимости Бублики по найму Продавал А половину Своей зарплаты Тратил на частное Объявление Благодаря которому Люди звонили мне Вечерами И я пел им Бесплатно По телефону Скажите пожалуйста А бывают ли Какие-то Персональные заказы Вот просят Допустим Для именинника Для юбиляра Или для молодоженов Это как правило Бывает У меня есть Ежедневник Или книга учета Как хотите Это назовите Куда я вношу Обычно за несколько дней Звонят И просят Такого-то числа Позвонить По определенному телефону Поздравить кого-то С днем рождения Или передать музыкальный привет Бывают такие случаи Когда Парень Поссорится с девушкой Или И в качестве Примирения Просят спеть песню Но иногда бывает Что Девушка настолько обижается Что вообще не хочет От молодого человека Ничего слышать Но А иногда бывает Что если не очень Все порвано Окончательно То Эта песня Помогает Восстанавливать Отношения Лидия Сергеевна Просит вас Уважаемый Андрей Пожалуйста Исполните что-нибудь Доброе 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 Очарованно Околдованно С ветром в поле Когда-то обвенчана Взятый словно В оковы закована Драгоценная Моя женщина Невеселая Непечальная Словно С темного Неба Зашедшая И песнь Моя Обручальная И звезда Моя Сумасшедшая Я склонюсь Над твоими коленями Обниму их С неистовой Силою И слезами И стихотворениями Обожгу Тебя Добрую Милую Вы Андрюша Я Андрюша Я не сомневаюсь Что у телевизионных приемников Находится Огромное количество Андрюш Андреев 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 Батькович Давайте сейчас Нам Андреем Посвятим песню Скромно Можно? Поехали Правильно Человек должен себя любить Вы знаете Потому что в Евангелии сказано Возлюби ближнего Как самого себя От этого следует Что человек должен Сначала себя возлюбить И тогда он Возлюбит ближнего Потому что Это же Отсюда следует Эх, путь-дорожка Звени моя гармошка Взгляни, как сияют звезды над рекой Парни лихие, девчата огневые Все заговорят наперебой Эх, Андрюша, нам ли быть печали Не прячь гармонь, играй на все лады Так играй, чтобы горы заплясали Чтоб зашумели зеленые сады Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи Ворвался ветер кудри-теревя Пой, играй, чтоб ласковые очи Не спросясь глядели на тебя Эх, путь-дорожка, закрытое окошко Не выйдет, не встретит девчоночка меня Горькое слово, сказала Черноброва В сердце нет ответного огня Эх, Андрюша, нам ли быть печали Не прячь гармонь, играй на все лады Так играй, чтоб горы заплясали Чтоб зашумели зеленые сады Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи Ворвался ветер кудри-теревя Поиграй, чтоб ласковые очи Не спросясь глядели на тебя Эх, путь-дорожка, еще ровней немножко Вернулась девчонка, улыбки не тая Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать И запела, милая моя Эх, Андрюша, нам ли быть печали Не прячь гармонь, играй на все лады Так играй, чтоб горы заплясали Чтоб зашумели зеленые сады Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи Ворвался ветер кудри-теревя Поиграй, чтоб ласковые очи Не спросясь глядели на тебя Браво, спасибо В актерской жизни разные моменты Порой тишина, порой аплодисменты Я надеюсь, что наши телезрители Вновь разразились аплодисменты Вы так всю жизнь собираетесь петь по телефону? Или у вас есть какие-то более идущие планы? Вы знаете, я живу сегодняшним днем В каждой мимолетности вижу я миры полной изменчивой радужной игры Как сказал поэт То есть, есть какие-то планы, но на какой-то ближайший день Что будет, я не знаю Вы знаете, я живу Вот вечность, она сейчас происходит, понимаете Вот хлопнул, уже было Если не хлопнул, еще не было Правильно? А вечность как раз в настоящем миге Есть только миг между прошлым и будущим Именно он называется жизнь Убедили Давайте с вами закончим сегодняшний разговор Тоже вот такой импровизацией Просто легким фоном, переборчиком что-нибудь сыграйте А я напомню нашим телезрителям, что каждый вторник в прямом эфире Мы ни слова не говорим о разбитых лампочках и протекающих потолках А только о высоком, разумном, добром, вечном Приглашаем таких замечательных, таких талантливых людей, как Андрей Смирнов И пусть они поют вам по телефону, по телевизору Везде и всюду Дорогие друзья Я, Андрей Ломакин, желаю вам счастья, здоровья Тех, кто 25 числа будет отмечать католический Новый год Я желаю, чтобы этот праздник прошел для них на все сто Чтобы все было хорошо и в оставшиеся дни этого года и в новом 1998 году Счастья, здоровья и всего вам доброго Пока До свидания Я склонюсь над твоими коленями Обниму их с неистовой силою И слезами, и стихотворениями Обожгу тебя добрую, милую Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...